проверьте себя пожалуйста открываем файл и я у вас спрашиваю ребята ребята вы должным образом прописали как мы прописывали настройки пометили себе где искать что искать если не пометили ребят вы ничему не учитесь это плохо понимать код не будете я много говорил по системе работе с кодом для начала надо просто посмотреть эти уроки здесь 8 часов мы рассматривали сейф и правильно вошли в класс так чтобы их понимать чтобы считывать код чтобы считывать исходный код что было начало если вы не прописали побежали дальше так и оставили значит плохо возвращайтесь и сделайте давайте наведем порядок с вами вместе пока будем терпеливо учить запомните простую вещь особенно если вы начнете что делать правильно работать программистом и у вас будет 20 30 40 проектов которые надо будет сопровождать для клиентов и вот влезете в этом потом проекты будет чесать репу а что где а если вы правильно все делаете и досконально по ходу то никогда не будет вопросов надо делать всего лишь два шага значит что нам надо нам надо делать было следующее как я вас и учил итак у нас библиотека какая тут мы уже я вам показывал python dot ей ей вы копируем ссылку переходим settings вот и н.в. н.д.ин.в. далее какая нам нужна информация чтобы не задумываться еще одна нужна понятно что вы здесь считаете напишите не ленитесь объясните а сейчас на учебном этапе что вы делаете вам домашнее задание так это отсюда убираем спи по это убираем так ссылка здесь есть все библиотеки прописать прописывайте где у вас что потому что зачастую будет и в контекстных процессорах и именно здесь на первом этапе будете собирать до кучи все посмотрели ага у меня так то и так то делаете просто я это знаю а это с вами чуть делаю понятно понятно ну молодцы все получится пошли дальше у нас я конечно буду потом ставить markdown а мы пока поставим тоже один из любимых редакторов jungle sky editor то мы его ставили с вами проматываем это это для новичка вообще делать их файл настроек читаемым он же будет портянкой в каждом проекте свое глянул за знаешь справка все под рукой так наш проект открываем сейчас попроще настроим потом возможно загрузкой файл пока не до этого что делаем время где он он а и и и и так их что-то развелось много это админка здесь должна быть ссылка на гид так ладно не вижу пока не нашел не буду терять время так поставили сразу смотрим собирать статику в инсталле тапс искает дитр добавляем да если хотите поставьте дополнение в студия закладки допустим когда вам надо нужные вещи вы можете привести навести порядок закладки да и сетинку вас появляется допустим вот инсталле тапс быстренько раз и открыли и так нужны самые необходимые настройки по файла можно сделать так ладно и тут вот видно да здесь мы можем сделать пометку это так разделить здесь стандартные пакеты sky editor отлично с ним надо будет вам покопаться первое время это его настроим сейчас просто здесь немножко говорю когда это наверно позже мы сделаем для загрузки файлов настроим немножко по-другому сейчас совершенно прости простецки настроим потому что сейчас не самая суть сейчас наш он был работал и все поэтому пока кожи в урок я даю в курсе да пока вот такой потому что искать идитор может быть и другой совершенно сейчас покажу вот типа этого настроек то есть я здесь уже настраивал расписывал какие мне нужны вещи копаться надо это уже чуть позже дальше что где как загружать чтобы пользователи могли загружать такое разное но это позже ой не то есть так так еще не все если почитать справку то нам надо еще что сделать открыть urls urls и добавить адек пока не будем добавлять позже добавим пока вот что сделаем пока мы просто запустим статику давайте по удаляем кстати к так посмотрим ну вот он добавился у нас пока дальше не полезем и потом будет записи тогда посмотрим что там как в записях в админке уже должен появиться по по интеграциям у нас ничего не должно быть нового это понятно так смотрим что у нас еще каналы сейчас поставим вот эта хорошая библиотека следующим следующим и еще но это будет кое-что вот давайте сразу поставим жангом брекс нам понадобится она как это уже дело вкуса с 1.10 с 1.10 или с 1.11 это все добавлено в джанга да то есть ну кто то любит импорты допустим потом объясню будем в классы добавлять добавил вот это и только авторизованные пользователи и так далее по сути дела все это есть джанга но кто то любит эту библиотеку использовать она очень широкая кто-то джанга все будет работать но тем не менее мы ее добавим сейчас пусть она будет у нас там надо не надо будет посмотрим всегда можно закомментировать так секунду я не помню по моему здесь ничего не написано про инсталит апс давно и использовал ну я постоянно где-то чуть использую ну чувствовые до 100 исключения там разберемся так она у нас стоит а там разберемся все пока тогда